Сегодня мы сделаем новогодний декор комнаты своими руками. Ставь пальчик вверх и смотри видео до конца, потому что там мы объявим победителей лотереи и расскажем правила нового розыгрыша. Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмама Аня, мои собачки Чукла Софиевина и еще много других собачек. Мы ненадолго приехали на каникулы к бабушке. Скоро Новый Год, скоро Новый Год, скоро Новый Год, и очень многие люди любят делать что-то своими руками. Сегодня мы покажем, как можно легко и практически бесплатно украсить свою комнату под Новый Год. А в конце ролика подведем итоги нашей новогодней лотереи и устроим новый розыгрыш. Самый недорогой и очень красивый вариант, как мне показалось, это то, что даже можно не купить, а найти на природе, в парке, в лесу, где угодно. Это всякие растительные, природные штуки, которые можно при помощи дополнительных вещей сделать очень красивыми и новогодними. Гуляя с вашей собакой, вы можете насобирать разных природных элементов, из которых, благодаря простым украшениям, вы легко и быстро сделаете декор, который создаст дома очень красивую новогоднюю атмосферу. Например, в одной из наших прогулок по парку мы с Софией Эйвеном насобирали цветы гортензии. Я их засушила и мы покрасили их обычным золотым баллончиком. Украшение, которое я назвала золотое дерево. Соберите и засушите цветы гортензии или другие пышные цветы. Покрасьте их золотым или бронзовым баллончиком, поставьте их в высокую вазу, а вазу, например, украстьте ленточкой. Красивое золотое дерево будет стильно смотреться на любой тумбочке, комоде или столике. Я очень люблю всякую естественную растительную тематику для украшения дома, поэтому, конечно же, я не могла обойти стороной обыкновенные ветки. Декор серебряный лес. Соберите простые длинные ветки, покрасьте их серебряным баллончиком, украстьте самодельными мини-подарками, которые делаются за 5 минут из фантиков маленького кусочка пенопласта внутри и золотой нитки, и разными ленточками. Серебряный лес в высокой вазе будет красиво смотреться прямо на полу. Украшение зимний виноград или любые другие веточки с ягодками. Часть из них можно покрасить баллончиком, а можно не красить вообще. Сложите из них красивый аккуратненький букетик и свяжите его несколькими слоями тонкой бечевки. Завяжите бантик и можно повесить куда угодно в комнате. Декор живой подсвечник делается по тому же принципу. Веточки с засушенными ягодками и какими-нибудь другими подходящими деталями закручиваются вокруг проволоки и закрепляются в этом положении. В центр можно поставить подсвечники и украсить ими новогодний стол. Украшение ледяные овощи или фрукты делаются элементарно за 5 минут. Возьмите любые фрукты, например, яблоки и овощи. Очень красиво будет смотреться чеснок или лук. Покрасьте их баллончиком, все готово. Используйте их отдельно как декор или сделайте композицию, например, на подносе. Добавьте елочные ветки, веточки барбариса с красными ягодками, украшенную простой красной ленточкой свечку, букетик из ягодок и красивая новогодняя композиция на стол готова. Вот так гуляя со своей собакой по парту или в лесу или еще где-нибудь на природе, кстати, это полезно и для здоровья, вы можете к Новому году насобирать кучу различного декора, которым впоследствии украсить ваш дом. И получается все это очень быстро, недорого и, главное, красиво. Итак, сегодня при помощи программы случайных чисел мы определим 15 наших победителей. Всю неделю под видеорозыгрыша на нашем канале я давала вам номера, и теперь у нас есть цифры от 1 до 1866. Я использую сайт RentStuff. Тут нам нужно ввести количество участников лотереи, из которых программой выберутся номера победителей. От 1 до 1866. А также указать, что победителей у нас не один, а целых 15. Итак, теперь программа должна сгенерировать 15 номеров лотереи, которые будут победителями. Ну что ж, всем удачи, жму кнопку. Вот они наши 15 случайных чисел, 15 номеров победителей. Дорогие победители, список каналов вы сейчас видите у себя на экране. Так как программа почему-то выдала номер 1572 раза, я решила, что 15-ым победителем будет кто-то под номером моего дня рождения. 14.12. Напишите мне письмо на мою почту dogma.aniasobakoyandex.ru Не пишите в ВК, потому что там я могу не увидеть ваши сообщения. А в письме укажите ссылку на свой канал, свой ВКонтакте, и не забудьте написать свой почтовый адрес, на который вы хотите получить приз. А те, кто не выиграл, не огорчайтесь. Может быть, вы победите в нашем новом конкурсе. С сегодняшнего дня на нашем канале начинается новый розыгрыш, но уже не для питомцев, а для наших подписчиков, их хозяев. Совместно с сообществом «Бесплатно за репост» мы устроили розыгрыш для наших подписчиков. Пять победителей получат призы на ваш выбор. Мощный пауэрбэнк, клевая подушка смайл-эмоджи, прикольные наушники-макаруны, яркая селфи-палка, стильная MyBottle или шикарные LED-часы. Условия, как всегда, мега простые. Перейти по ссылке в описании к этому видео в группу «Бесплатно за репост», подписаться на них и на нас, если вы еще не подписаны. Сделать репост записи о нашем конкурсе к себе на страницу и закрепить ее у себя на стене для определения победителей 14 декабря, в мой день рождения. И, конечно же, быть подписчиком нашего канала. И это тоже не конец. После этого розыгрыша будет еще один. А наши предновогодние ролики продолжаются, и впереди еще много всего интересного. Так что следите за нашими выпусками. Поздравляю победителей. Ой, мам, Эйвен, какая у нас красота-то получилась. Такой декор я бы сама себе хотела. Ух, какая ленточка красивая, зелененькая. Еще мы скоро сделаем видео с собачьей игрушкой новогодней. Да и не только это, еще же костюмы новогодние. Точно, я совсем забыл про костюмы. И костюмы будут вот. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку И оставь нам комментарий. О-хо-хо-хо-хо А еще смотри, еще Лолики смотри, еще Всякие смотри, еще Еще, еще, еще О-хо-хо-хо О-хо-хо-хо